Добрый день! Как ваше настроение? Как вы себя чувствуете? Чувствую прекрасно, настроение тоже прекрасное. У меня с самого утра день задался, поэтому все супер. После тренировки к нам приехали? Да, после тренировки происходит. Как справляетесь с этим? Я считаю, что волнение надо перекрывать уже на тренировках. Например, бывает такое, ты отработал все риски, все мастерства, все упражнения, все движения, ты уже выходишь, и у тебя нет особого волнения, потому что ты уверен за каждый шаг. А бывает такое, ну не то, что бывает. Например, я говорю девочкам, которые боятся выступать, я им желаю отрабатывать просто все на тренировках, чтобы все было четко, и тогда они будут уверены выступать. Ну вот у нас вопрос от итальянского вашего поклонника, который спрашивает, работаете ли вы как-то с эмоциональной частью, именно на психологический настрой до соревнований? Есть ли какие-то секреты, какие-то приемы? Нет, никаких секретов, приемов нет. Скорее всего, это нарабатывается с годами. Все равно сравнить мой первый чемпионат Европы и, например, последний, все равно уверенность приходит с опытом, как всегда говорят. Да, ну то есть вы уже знаете, как собраться, как перестать волноваться. Дальше вопрос о том, что часто ли вам снятся вещи, сны перед соревнованиями? Ну, во-первых, в принципе, сны мне снятся очень редко, очень. Но если снятся, то это только про гимнастику. Бывает такое, что я тренируюсь днем, там могу спать, мне что-то приснится, и я там обязательно тренируюсь, там обязательно соревнования на какой-нибудь обруч отрабатываю, там Саня Часовна и в мяче перекат работаю, то есть всегда и днем, и ночью у меня одна гимнастика. Саша, хотели бы вы стать призером Олимпийских игр и получить подарки от Владимира Владимировича Путина? Если да, то какие? Ну, во-первых, тут не сколько подарки, а сколько чести, увидеть его вживую, пожать руку, это дорогого стоит. Вы не встречались еще с президентом нигде, ни до каких приемах? Нет, нет, пока нет. Саша, какой ваш любимый цвет? Желтый, да. Всегда было, есть, не знаю, такое солнечное, радостное. Вопрос, как вы пришли в гимнастику? Брат, он на два года меня старше, мы были в Уфе, жили всегда, он занимался спортивной гимнастикой, и когда мы переехали в Пушкино, где сейчас живут мои родители, я помню, как моя мама хотела отдать гимнастику брата, мы даже не знали такого вида спорта, художественная гимнастика для нас была, только спортивная. Ну, и мы даже не заметили, ну, там одни девочки, что-то ленточки, скакалки, ну, ну, ладно. Вот, и помню, выходит тренер, говорит, у нас только девочки, и мама говорит, ну, ничего, девочка у нас тоже есть. Вот, я там, помню, бегала в коридоре, говорит, иди туда, бегай, и всё. И полюбила я сразу, я даже не знаю, почему, я не знала ничего, я ещё раз говорю, ни вида спорта, ни эти предметы, но мне нравилось всё, что я там делала, всегда. И в продолжение вот вопрос от Марии, Сашуля, всегда ли вы были такой гибкой или сами растягивались когда-нибудь? Ну, конечно, растягивалась всё-таки, без этого никуда, но мне ещё очень повезло с данными. У меня всё равно мягкие, у меня и локти, и колено, коленки выгибаются. То есть, ну, от природы. Да, ну, что-то от природы, что-то всё равно наработано. На соревнования, что самое необычное вы попробовали? Ну, может быть, это касается и каких-то посещений, и путешествий где-то в разных странных городах, либо, я не знаю, может быть, из еды? Ну, из еды, скорее всего, не было такого, но разве что в Японию мы приезжали, когда там всё время что-то экзотическое. Конкретное я не помню, но могу вот отметить Японию. А так всё равно мы прилетаем в страны, и у нас зал, гостиница, номер зал, гостиница, и поэтому я была в очень многих странах, но тем не менее я могу сказать, что в половину из них будто бы я не была. Всё равно во многие страны я ещё раз буду приезжать, чтобы посмотреть сам город, сам страну. Ну, вот вопрос как раз-таки от Анны. Есть ли какой-то уголок на планете, страна, которую бы вы очень хотели посетить, в которой вы ещё не были? Я не знаю, ну, в какую конкретную страну я бы хотела, потому что, ну, такого нет. Пока нет, пока я не влюбилась ни в какую страну, но я мечтаю поехать на океан, там поплавать. Я как-то в Америке видела, но только издалека. В Бразилии тоже поплавать не удалось. Часто ли тебе говорят, что ты красивая, и много ли внимания со стороны молодых людей, интересуется Валерия в нашем чате? Ну, естественно, говорят, но я думаю, всем там, любой человек выставит фотографию или там, я не знаю, где ещё могут. Комментарии приятные, да, бывает. Вопрос из чата. Бывало ли такое, что вы хотели бросить гимнастику? Нет, никогда. Никогда, потому что это вся моя жизнь, и чтобы всё вдруг оставить, нет, были тяжёлые моменты, но до крайности никогда не доходило. На тренировке когда-то до слёз доходило? Часто ли доходит до слёз? Нет, очень редко, но бывает. Честно, я даже не смогу вспомнить конкретные моменты, но могу смело сказать, что было такое, когда там плакала, я выходила в раздевалку, вот так садилась, плакала, но всё равно это только, это видела только я, чтобы никто не видел моих слёз. Это было из-за того, что что-то не получалось или усталость? Ну, бывает, что-то не получалось, бывало и усталость, но я ещё раз говорю, это редко, поэтому конкретные моменты я сейчас не смогу привести. Вопрос от Кристины Храмовой. Общаетесь ли вы с Яной Кудрявцевой и Маргаритой Мамун? Да, конечно, всегда общаюсь с Яной, она сейчас в Москве, вот на днях прям виделись, и с Ритой тоже на днях. Конечно, всегда общаемся, они меня поддерживают, я им очень благодарна за это. В чём секрет вашей такой женской дружбы, тем более в художественной гимнастике, где одни девочки, конкуренция очень высокая, но, судя по всему, у вас действительно настоящая искренняя дружба, в чём секрет? С Яной и Ритой? Да. Ну, во-первых, с Яной мы вместе выступали на чемпионате Европы детской, и мы тогда уже очень сдружились, а с Ритой уже получилось как бы по ходу, мы с ней вместе ездили на соревнования, и волей-неволей всё равно подружились, и вот так день за днём всё крепче-крепче. Ну, то есть, могу сказать, постепенно. Вопрос такой, бывало ли, что вы испытывали зависть к своим подругам? Нет, вообще никогда зависти у меня не было, ни к подругам, ни к каким-то посторонним людям. Ну, многие зрители интересуются, как в целом вообще вы общаетесь в Новогорске с девочками из команды? Какие отношения между спортсменками? У нас очень хорошие отношения абсолютно у всех, и даже когда мы там очень сильно соперничаем, ну, в плане спорта, там, не на жизнь, а на смерть, но всё равно на дружбу это никак не сказывается, потому что это очень тяжело у нас. Мы тренируемся, там, бывает, по 7-10 часов в день, и поэтому, если ещё и соперничать как-то друг с другом вне зала, это было бы плохо не только мне, но и подругам, и мы поэтому только поддерживаем друг друга. Саша, вопрос от Дарьи из чата. Какие сейчас отношения у вас с братом, и бывает ли он на соревнованиях, как вас поддерживает? Помнят про брата, как это мило. Отношения хорошие, но видимся мы очень редко, очень, потому что бывает, что он приезжает домой, а его нет. И на соревнованиях у него тоже не получается, тем более соревнования обычно он где-то в других странах, не в Москве. Поэтому нет, я в принципе не помню, что он хоть раз был на соревнованиях. А вы вообще волнуетесь, если кто-то из родственников в зале присутствует? Нет, нет, потому что кто только может не прийти, посмотреть, поэтому кто бы, я не знаю, кто должен прийти, чтобы меня это как-то затронуло, потому что всё, что там происходит, всё равно это отдельная сторона. Саша, очень много вопросов про вашу фигуру, прекрасную форму. Как удаётся, в чём секрет? Как удаётся сохранять такую форму? Только благодаря тренировкам, как-то специально диету держите? Что касается питания, мне кажется, из всех гимнасток Новогорска я больше всех проделаю, ну, не сколько экспериментов, а, так сказать, в поиске себя, потому что я всё-таки не могу сказать, что я всё ем и не толстею, или наоборот, что я ничего не ем, но было такое, что я там поела один раз в день, и потом вообще не ела, и там вообще мне не подошло. Но всё равно я попробовала всё, и даже с диетологами я советовалась. Но в конце концов я пришла к выводу, что надо есть, во-первых, здоровую пищу, во-вторых, ну, часто в день, сколько, 4-5, 4-5 раза в день, вот, и совсем, ну, не то чтобы совсем, но очень мало я ем сладкого сахара, то есть, например, вот сейчас я была в Хорватии, и я так, ну, немного волю себе дала, там, с тренером, с её семьёй, вот, там, и пиццу, и мороженое было ела, ну, то есть всё равно иногда ведь надо расслабиться, вот, и чтобы сейчас, например, я не то чтобы худею, но я, например, вообще не ем сладкое, и ничего там жареного, солёного, только полезное, и пью только воду, то есть, вот. Но когда мне падут сильные нагрузки, я думаю, даже если я там тортик утром съем, ничего не будет. Вопрос от Полины из чата. Меня как спортсмена интересует то, как ты переживаешь поражение, в чём черпаешь вдохновение для дальнейшей работы. Ну, бывает такое, когда, в принципе, вот, особенно вот этот весь сезон, который первая половина, у меня я далеко не всё выиграла, что хотела, и в каких-то моментах мне реально было очень тяжело, потому что, там, казалось бы, я там тренировалась, всё делала, там, слушала всех, а всё равно, ну, что-то не получалось и не выигрывала. Ну, как бы я не скажу, что опускались руки, но всё равно такой негатив внутри был. Ну, и мне помогало тем, что я приходила на тренировки, и ещё сильнее дорабатывала, дорабатывала, в конце концов, это моя жизнь, это моя любовь, и, ну, это мне помогало. Ну, и плюс поддержка со стороны тренеров, друзей, родителей. Выступление, как происходит выбор музыки, да, как вы выбираете, расскажите. Ну, это очень такой долгий и сложный процесс. Например, я уже вот сегодня только разговаривала с тренером, с Анече Славной, о том, какую бы музыку я хотела в следующем сезоне. Ну, пока вспомню, там сразу быстро всё записываю, чтобы потом уже посмотреть планы. это очень тяжело в плане найти музыку, которая действительно понравится мне, во-первых, во-вторых, понравится тренеру, потом должна мне подойти, потому что всё, не всё, что мне нравится, может подходить конкретно под упражнение. Потом бывает, находит Ирина Александровна, вот всю шедевральную музыку, которая у меня была, это находила всегда она. Я её очень за это благодарна, потому что действительно то, что найдёт она, ну, у нас ещё такого не было. То есть опыт и вкус. Да, причём она может быть абсолютно случайно, то в ресторане, там у кого-то, где-то, там чуть ли не на звонке, её слышат, такая, это будет мяч солдатом, всё. Вот это, это дар, наверное. Вот вопрос от Валерии как раз в тему. Саша, как ты общаешься с мамой и с папой, как поддерживают они тебя в жизни? Я общаюсь хорошо, ну, вижу с ней не очень часто, хотя мы живём не так уж и далеко. Но я стараюсь им особо ничего не рассказывать про спорт, всё, что у меня происходит, потому что, когда я приезжаю домой, для меня, ну, я это, так сказать, для себя делаю. Я, когда приезжаю домой, то мы общаемся там о погоде, о готовке, о там чьих-то день рождения, о том, что, Саша, посмотри, мы купили новые шторы, оцени, я говорю, здорово, там, помогите мне вечер забрать. Ну, то есть, ну, такие какие-то вещи. А спорт у меня остаётся в Новогорске, и мне это, ну, помогает отдыхать психологически. Наверное, ты к тому, что вы сказали, учитесь жить моментом здесь и сейчас. Ну, это тоже, да, к слову. Если бы в дальнейшем связать свою жизнь с гимнастикой, открыть свою школу или стать тренером? Во-первых, в дальнейшем это очень такой сложный вопрос, но первое время я буду передавать свой опыт российским гимнасткам, ездить по городам, потом уже из-за границы, то есть, ну, первое время проводить мастер-классы. А что касается тренерской работы, я себя не очень представляю, потому что я думаю, что тренером быть гораздо сложнее, чем гимнасткой, потому что действительно, посмотрите, вот даже взять Новогорск, у нас вот как есть, ну, хорошие тренеры, они так и остаются всегда, а меняются только гимнастки. То есть уникальных тренеров очень мало. Очень много пожеланий. На сколько процентов оцениваешь себя в плане уверенности и способностей? Задает вопрос Дарья. Ну, во-первых, это смотря в какой период времени. Ну, например, перед соревнованиями, перед действительно важными, там уже под 100%. А потом, например, перед московским гран-при, когда ты только-только тебе составили программу, когда ты не выступала там несколько месяцев, то там уже чуть поменьше будет. А есть ли у вас любимая юниорка? Этот вопрос нам из почты задавал Михаил. Ну, во-первых, я тренируюсь иногда с Аней Соколовой на одной площадке. И, наверное, она моя любимая, потому что я вижу, как она может делать, какие у неё данные, лицо и трудолюбивое. Вот, наверное, моя любимая юниорка. Потом Лаула Крамаренко тоже, она очень старательный ребёнок, молодец. И Полина Шматко, она когда делает на свой максимум, вот когда она не вредничает, то это вообще ей равных нет. Поэтому я желаю, не знаю, смотрит она или нет, но я желаю ей, чтобы она преодолевала себя всегда. Тогда будет звездой. Саша, такой вот вопрос ещё от Екатерины. Когда вы только попали в сборную, были ли гимнастки, знакомы ли вы были с теми, кто сейчас вот стал знаменитым, а тогда ещё не были знаменитыми девочки? Так, ну, это, наверное, единичный случай, потому что всё равно со всеми познакомилась там в Новогорске, в Дмитрове, как-то на соревнованиях, ну, когда уже более известные все. А так, наверное, с Ариной Диной Авериной. Я помню прямо этот момент, мы были на гимнастике, никто друг друга не знал, у нас было прям опробование, мы на площадке вместе были. Я помню, я подошла, конечно же, я не помню, к Арине или к Дине, подошла с вопросом, а как вы друг друга различаете? И я помню, там слово за слово познакомились, вот. То есть можно, ну, я не знаю, как они, я тогда плохо помню, но я точно была ещё никем, и звать меня было никак. Вот, а с того года, это, я не знаю, 2011-е, то ли 2010-е был, мы были уже знакомы, вот, и сейчас вместе до сих пор. Вопрос от Анны, какой твой любимый купальник? Ну, во-первых, мне очень нравится купальник сейчас, мне привезли арт-блеск, новый такой бежевого цвета, весь в камнях, прекрасный, красивый, супер, но он пока ни к чему не подходит, ни под какой вид, да. А ещё один мой любимый купальник, он, наверное, так и останется, вот чёрный под маму, который вот с такими плечиками, я думаю, его много кто знает. И вот вопрос тоже в эту же тему, на что делается акцент при разработке эскиза нового купальника, какие поручения в первую очередь даётся швее, который выполняет костюм? Ну, это, наверное, как с музыкой, это надо очень долго искать, потому что столько прекрасных купальников шьётся, но их даже никто не видит, потому что я там надеваю, где-то что-то не так или под музыку не подходит, и, ну, приходится их убирать. Потом Ирина Александровна у неё тоже, она всё время ищет что-то новое в прическе, как кто-то мог заметить на Европе, у меня была совсем другая, это она тоже буквально за день придумала, и мы вот быстренько там с Анчисоной что-то сделали. Вопрос от Марины из чата. Сколько часов спят гимнастки? Сколько часов спят гимнастки? Понятия не имею, потому что я сплю очень мало. У меня, я не знаю, что с моим организмом, но я даже была в институте сна, ко мне приделывали всякие вот эти там датчики, и я вот так там лежала до пяти утра, просто не могла уснуть, ко мне девушка, которая смотрела уже раз десять, приходила, ну когда ты уснёшь, когда ты уснёшь? Я говорю, не знаю. Вот, но со временем я привыкла, и поэтому, ну сколько, часа четыре-пять, это для меня вообще очень хорошо. Скорее всего, сколько занимают тренировки, сколько тренировок в день, как долго они длятся, и сколько время, там, перерыв, что-то делать? Ну, во-первых, ещё раз говорю, это смотря, когда какой, ну, какой сезон идёт, идёт в плане, там, больше на спад, наоборот, там, больше нагрузки, меньше, новые упражнения отрабатывали, наоборот, они отработаны, ну ты приходишь, за два часа сделаю, там, три чистых, четыре чистых, и всё, уходишь. Но в среднем, наверное, первая тренировка с восьми, там, до часу, потом два часа перерыва, ну и с трёх, там, до шести, до семи. Вот. Это так брать глобально. Вопрос от Марии. Когда первый раз пришли, приехали в Новогорск, какие чувства испытывали, было ли страшно, волнительно, и часто ли кричали на тренировках? Часто ли кричали на тренировках в Новогорске, или вообще в Новогорске? Ну, я начала с очень малого возраста ездить в Новогорск, я ездила с Анечеславной, с Дашей Кондаковой, и первые дни я даже не всегда видела Ринсану. Я тренировалась в маленьком зале, даже не на площадке, могла там где-то на полу, а то и вообще бывало. Я приезжаю и только в раздевалке сижу, ну, потому что я была совсем никто. Но Анечеславовна, ну, так сказать, уже на меня ставила какие-то цели, и потихонечку, чтобы я привыкала к той среде. И нет, не кричали. У вас вообще никогда не кричат? Бывает строго? Ну, только Ринсану, да. И то только по делу. Просто Елена, если бы вам дали любую способность, то какая бы она была? Наверное, телепортироваться, потому что столько времени тратиться на дорогу, особенно в наших московских пробках. Я бы всегда хотела, в первый раз. И вот я сейчас тут, ну, дам интервью, так и раз, и уже в Новогорске всё. Вот это, наверное, на первом месте. Просто, Александра, есть ли любимая книга? «Мастер Маргарита» читала несколько раз. Может быть, это очень банально, потому что почти у всех, но, тем не менее, вот одна из любимых. Нет, неправда. Какие самые тяжёлые победы? Были ли они или тяжёлая победа? Тяжелее всего, какая далась, какая медаль? Какая медаль? Наверное, ну, из прошлых я не знаю, какой привести пример, а вот из не так давно это гран-при Марбелия, потому что, во-первых, предыдущие гран-при я не выигрывала. Это раз, два, были, ну, такой, напряжённые тренировки, потом большой перерыв между соревнованиями, потом всё равно, ну, в общем, как-то всё в целом сложилось, и я выиграла, и для меня это была, ну, очень ценная медаль. Сейчас вот она. Зрители интересуют ваша личная жизнь, есть ли у вас парень? Есть, но личная жизнь на той, ну, если про неё говорить, она, наверное, перестанет быть личной, но придёт день, я обещаю, и узнаете, кто. Но пока не время. Будем ждать. Да. И ваши фанаты тоже. А вот интересные, какие любимые упражнения Яны и Маргариты Мамун, Яна Кудрявцева и Маргариты Мамун, какие любимые программы? Композиции, да. Сейчас надо подумать. Так-то столько их было много. Ну, наверное, у Яны это вот её последний обруч. Очень любила, потом эту музыку люблю, и когда она отрабатывала, я всегда любила слушать. А у Риты, не помню, в каком, по-моему, в 2013 году, когда она выиграла универсиаду под Анна Германа, их любви, вот это. Тоже, наверное, больше из-за музыки. Какие у вас сейчас планы? Планы? Ну, вот ещё недельку, не знаю, с чем-то буду. В Москве, а потом улетаю в Хорватию. Чуть ли не на месяц. Загадывайте уже по счёту чемпионата мира. Ну, конечно, не хотелось бы загадывать. Всё равно я стараюсь тренироваться, делать свои максимумы. Вот скоро будут соревнования, буду бороться, показывать свои силы. Вопрос от Насти. С кем вы живёте в Новогорске? С Юлей Брайковой, да. Всегда, теперь всегда. Теперь всегда, вот. То есть у вас чётко, если поселили, то уже... Ну, да. В принципе, она хочет замужить, я с ней, и всё отлично. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok